В прошлом поколении жил в Америке один очень большой мудрец, которого звали Робьяков Каманецкий. Робьяков Каманецкий был один из великих мудрецов, который после Холокоста, в какой-то смысле, возобновил весь еврейство в Америке. Это то время, когда в Америке были великие мудрецы, как Любовь Чистский Рэбе, как Ромоша Файнштейн, Раворан Котлер. Величайся за несколько мудрецов, которые все еврейства, то, что в сегодняшний день мы видим, они были те, которые поставили фундамент всему евристу. Робьяков Каманецкий, кроме его невероятно больших качеств, которые у него было, и величия его знаний в Торе, и величия его человечности, он был в одном качестве чрезмерно известным. И это качество показывает нам следующую историю, которая произошла с ним. Один раз Робьев Каманецкий, он сидел на третьей трабезе, шаббат на третьей трабезе, и на столе была рыба. И его ученики, люди, которые сидели за столом, заметили то, что Робьев Каманецкий, он не кушает рыбу. Его спросили, Робьев, ма-ба-я, почему вы не кушаете рыбу в шаббат? В шаббат же есть большое дело кушать рыбу. И все три трабезы у нас здесь, в принципе, идея кушать рыбу. Почему вы не кушаете рыбу? Робьев Каманецкий сказал, я тебе расскажу историю, почему я не кушаю рыбу. Когда я был молодым, я учился в Яшиве, то один раз меня пригласили дома в одной семье по трабезе у них. И на трабезе принесли рыбу. И я взял себе маленький кусок рыбы, поставил себе. Я когда взял и хотел попробовать эту рыбу, поставил себе в рот. Я не был в состоянии проглотить просто эту рыбу. Ужасный же вкус был этой рыбы. Но я не мог, я не знал, что мне делать. Я не могу сейчас выйти и... Неудобно будет перед женщиной, которая приготовила сейчас эту еду. Стояла вся пятница, готовила. И для женщины, как мы знаем, чрезмерно важно, чтобы люди ценили ее еду, то, что она делала. И вдруг я сейчас прохожу, мне не нравится ее еда, и я не могу даже проглотить эту еду. Но с другой стороны, что я не могу, я тоже не могу проглотить эту еду. Что я делал? Когда я заметил, что не было никого, я взял салфетку, и я спокойно просто это вытащил, чтобы было во рту, поставил в эту салфетку таким образом, чтобы никто не заметил. Как будто я показывал, как будто я чистил себе рот. Все. Я ставил себе на стороне. Незаметно абсолютно, чтобы никто не заметил. Заходит женщина, домохозяйка, и спрашивает, Яков, почему ты не кушаешь рыбу? Что мне нужно было сказать? Что твоя рыба невозможно съесть? Будет обидно, как я не могу ее задеть? Ну, шалубайт, и человек, и чувства, как я могу этого, что я мог делать? Говорит Яков Каманецкий в этот день, в этот прекрасный момент, я сказал, Я не кушаю рыбу. Я не кушаю рыбу. Сказал Яков Каманецкий, с этого момента я в моей жизни никогда не кушал рыбу. Из моих уст вышли слова, я не кушаю рыбу. Все. Из моих уст говорил раб Яков Каманецкий, я никогда не говорил ложь в моей жизни. А из великого качества, которое было у этого великого мудреца, то, что он никогда не говорил ложь. Его книга тоже так и называется, Эммет Ляков, истина Якова. Я сказал, что я не кушаю, чтобы не обидеть эту женщину. Все. Можно было бы, в принципе, найти разные разрешения и так далее, и так далее. Но этот мудрец, это великий человек, будучи молодым парнем, он сказал то, что нет, я не буду кушать. Значит, до конца жизни человек не кушал себе рыбу. Эту историю, дорогие друзья, я рассказал за последние дни, за шабатным столом. Рассказывал моим ученикам, рассказывал моим детям. Эту историю мою старшую дочь рассказал, и все были в большом удивлении от этой великой моей истории. Настолько говорит эта история, в принципе, на всем. Но мне больше всего удивило следующий момент. Я рассказывал эту историю людям, и я думаю одновременно, а почему мы такие истории, о которых мы восхищаемся, и мы рассказываем дома, в еврейском доме, за шабатным столом, нашим детям того, чего мы обучаем, что они говорили правду, что у них были ценности определенные, что они помогали друг другу и так далее. Мы в наружном мире этих вещей абсолютно не видим. Что люди, я просто подумал на секунду, люди со стороны. Посмотрели бы на нас, что вы рассказываете детям, о каких-то человеческих качествах, истинных и так далее. Это, о чем мы действительно воспитываем наших детей, что у них были вот эти ценности. Это то, что мы обучаем сам себе, это то, что мы хотим, что мир должно выглядеть и быть лучше. Но мир абсолютно не такой доказательства к этому. Вот недавно, посмотрев в Германии, у нас были выборы. Я постоянно проходил, я смотрел те слогины, которые писали, люди, которые хотели избираться как миром города, или хотели избираться как премьер-министром страны. Я удивился, что не было нигде ни одно слово морали. Весь разговор шел о чем? Деньги, деньги детям, деньги им, меньше налоги отрезать от них, давать им, старика и так далее. Максимум это то, что было какие-то там идеологические ценности, которые у них у людей, какие-то определенные партии было, то, что я по крайней мере смотрел. То, что они продают, это говорят, ребята, вы изберите нас. Значит, народ купит этих предложений, значит, из-за этого они выражаются именно таким вещам. Клима, деньги, это, это. И что было? Один единственный вещь, то, что это идеологический момент, который был, это что? Да, мы хотим улучшить нашу землю. Клима шуть, чтобы защитить нашу планету и так далее. Идеология определенная. Но нигде я проходил, это не должно быть человек ни каким-то не фанатиком, ни религиозным, ничего. А все равно элементарная вещь. Что-то, кто-то говорит о морали, о каких-то вещах, мы будем нашу учебу, наши морали, наши ценности в детях, в школах улучшать. Ни одного слова я не видел. Не только здесь, дорогие друзья, во всем мире это так. Люди даже удивлятся. Даже удивлятся. Даже в нашей стране, в Израиле, к сожалению, это тоже так. Хавицхайм в свое время, это величайший замудрец. Хавицхайм. Известно то, что все его дети, я уже рассказал, мне кажется, не накрадом в наших уроках, то, что все его дети, к сожалению, кроме последней дочери, которая у нее родилась, в старых стиле, все ушли от оры, все ушли от иудаизма. К сожалению. И один из его внуков было известно то, что она пошла на парад Красной Армии и больше не вернулась. Больше не вернулась. Было такое именно сильное влияние, то, что мы не можем даже себе представить, что это было. И годами спустя эта внучка приходит домой и смотрит Хавицхайм в темной комнате, сидит, изучает Тору и полный книг, и это. И внучка спрашивает, дедушка, выходи, выходи, мир меняется, мир полно изменений, ты сидишь в своем темном комнате, изучаешь эти старые книжки, которые 2000-3000 лет назад были написаны, выходи, и все поменялось. Поворачивается Хавицхайм в своей внучке и говорит, моя внучка, запомни от меня. Вот сейчас они, да, построили машины, танки, они скоро уже построят уже летающих именно танков, летающих самолетов, которые человечество, они будут в состоянии человечества именно уничтожать. Они такие ракеты, такие бомбы, они будут в состоянии сделать, то, что города они могут стереть с места. И потом сказал Хавицхайм следующие слова. Они на улице, они хотят нарушать этот мир, разрушать этот мир. А мы тут, в нашем месте, в нашем доме, мы строим людей. Они хотят нарушать бомбы, ракеты, этот, мы тут строим людей. Строительство именно людей. И, в принципе, эти два параллели, которые посмотрим, то, что мы сдали именно примеры с этим выборами и пример, то, что Хавицхайм сказал и то, что мы видели. Какие ценности мы хотим нашим детям надавать? Можно, в принципе, разделить очень-очень просто эти два, скажем так, противоположные именно миру, в котором мы, в принципе, мы находимся. Иногда, может, даже мы не осознаем, но мы сейчас с Божьей помощью посмотрим Божью глубину именно во всем этом. Но можно сказать, то, что разделять это все, в принципе, на две части. Этот мир, в принципе, все течение его и все то, что он делает, это школа Исава. Эта школа Исава это то, что, в принципе, он обучает. Это деньги, это какие-то идеологии, что-то делать. Но никогда речь не идет о человеке самого, как ему должно быть, сказать истину, сказать правду, помочь другим. Это принадлежит, дорогие друзья, школе Аврама Вину. Это школа Аврама Вину. Человек, концентрация на человека, величие человека, изменение его, улучшение человека и все то, что связано, то, что мы, в принципе, стараемся обучать морали и ценности высокие. это не из школы Исава, это из школы Аврама Вину. Дорогие друзья, иногда мы, может быть, задумаемся в будущее время где должен быть принятие вектор еврея. Чем должен быть тот, скажем так, достижение, мечта или вот к чему мы должны, в принципе, стремиться каждый из нас. Каждый из нас, я сейчас говорю буквально в смысле каждый из нас, да, пусть никто не скажет, то, что вот он религиозный, Ямелия религиозный, он там Хасид, я там Хабадин, он Сфарады, я Ашкеназы. Каждый из всех детей, которые родились будущими детьми Аврама Вину или человек, который принял евреизм и стал частью детей Аврама Вину, духовности на Аврама Вину, кто бы ни был в будущем евреями, где должен быть наш вектор? Куда мы должны противостремиться? Дорогие друзья, есть невероятные слова наших мудрецов, которые были переданы от Эльюана Ви, из книг, которая была рассказана нашим мудрецам, и эта книга, эти слова, которые тут есть в этой книге, называются Тана Дебельяу, который Эльюана Ви сам рассказывал нашим мудрецам эти слова. И посмотрим, что пишет нам Эльюана Ви. Из-за этого я говорил, Тана Дебельяу Перекавхей, можете посмотреть это, говорит нам следующие слова, и за это я говорил, «Шекол Ха-лехат, ве-хат, мисраэль», каждый из евреев, он должен сказать, когда же дойдут мои действия, мои поведения к поведениям Авраам и царь Якова, что наши прадцы, они купили этот мест, эту землю, этот мир, будущий мир, и приход Машиаха, только потому, что у них были хорошие действия, их поведение и изучение Торы. И так изучали наши мудрецы, то, что каждый человек должен сказать, что Пищевелиньевраулам, для меня был создан этот мир. Но основной здесь, дорогие друзья, говорит нам Эльюана Ви, каждый из нас вектор, где должна быть цель, куда мы должны стремиться, чтобы сказать, когда же дойдут мои действия, действиями моих прадцов, Авраам и царь Якова. Как я буду стараться, как я могу достичь, чтобы быть похожим, чтобы мои действия были похожи на действия Авраама и царь Якова. И до того, как мы пойдем в объяснение этого всего, и чуть-чуть посмотреть, о каких качествах и каких вещах идет тут речь, как мы должны достичь этого всего, мне обязаны сказать тут невероятные слова, где наши мудрецы говорят, И има решоним, кем аллахим, анахну кибниадам. А как мы можем себе представить, кто был Авраам, авин и царь, авин и яков, авин и алеймашалу? Чтобы у нас было чуть-чуть ощущения и чуть-чуть привкус, о каких великих людей идет речь, наши мудрецы выражаются очень простым образом. Если мы думаем, если мы сегодняшнее поколение, перед приходом Ашеха, все, 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 мы думаем, что решены предыдущие поколения, мы не говорим Авраам и царь, яков, предыдущие поколения до нас, рабьёсов Каро, Ария Кадош, Урахаим Акадош, великих ребят, которые были, решены, они были как ангелы, анахну кибниадам. Тогда говорят мы люди. Можем сказать, что если они как ангелы, их, скажем так, духовный уровень или их реальность, их поведения и вся их человечность они были на уровне как ангелов, это значит не как, что они были именно ангелы, а имеется в виду существенная разница между ангелом и человеком, это существенная разница. То, чтобы понять, то, что если мы думаем, то, что они были как ангелы, настолько святыми, тогда мы можем сказать, то, что мы люди. Но если мы скажем, дорогие друзья, что они были людьми, не как ангелам у них не было, а как люди, тогда мы как ослы. Можно себе представить, разница передушек поколений. Ослы сейчас не хотят сказать, что мы, ну, как бы, примежители или что-то такое. Мудрецы хотят сказать то, что разница между нами и передушками поколениями, оно в буквальном смысле существенная именно разница. Это две разные существа. Если мы уже сказали несколько историй про великих мудрецов передушек поколений, ты видишь, даже Хофетсхайма возьмем, ты видишь, что этот человек, не знаю, как можно сказать, не с этого мира, это нестандартно, это ненормально, мы даже не можем мечтать за таких людей. Элементарный пример, если дадим, Робьёсев Карл, дорогие друзья, который жил всего лишь 500 лет тому назад, к нему приходил магит-ангел, который обучал его каждую пятницу Тори. Чтобы представить себе, о каких людях идет речь. Мы не говорим ангелов, которые, сейчас посмотрим, в нашей неделе главы, Паршат Вайра с Абрамовином, Исааком и Яковом. 500 лет тому назад человек, который написал книгу Шухонару, который составил всю Аллаху для всех еврейских народов до прихода Машеха, этот же человек, это самый рациональнейшийся человек, который был за последние, не знаю, столетиями. Можно себе представить, какой мозг и какой разум человека должно быть, чтобы составить всю Аллаху именно на это, что было доступно для каждого человека и написал невероятно много книг. Этот же человек, он на таком духовном уровне, что ангел приходит с ними учиться. Мы понимаем то, что мы даже не представим себе, о каких именно людях, существенно разных людях идет речь, когда мы смотрим на нас. Если они были как ангелы, окей, мы тогда люди. Если они это... Дорогие друзья, это все лишь речь идет о решеннем, о предыдущих поколениях. А когда мы говорим о поколении Раши, которое было тысячу лет тому назад, тысячу лет тому назад, чтобы мы поняли о величии, про Вилинского Гаона говорили, что Вилинский Гаон, он настолько великий, он настолько великий, то, что он сравнивается с поколениями, предыдущими поколениями, как Ритва, как Рашва, предыдущими, которые 700-800 лет тому назад жил. Чтобы мы поняли, что Вилинский Гаон жил всего лишь 300 лет тому назад. И про него говорили величие его, оно сравнивается с людьми, которые были 700-800 лет до него. То один из его учеников сказал, чтобы вилинскому Гаону дойти, самый близкий ученик Вилинского Гаона сказал, чтобы вилинскому Гаону дойти, до уровня решений, которые жили от нашего времени 700-800 лет тому назад, в вилинскому Гаону нужно научиться еще 300 лет таким же темпом, как он сейчас изучает, и, может быть, он достигнет уровня решений. На уровне, может быть, Раши или Ритва, или тех великих мудрецов, которые жили тысячи лет тому назад. Мы можем себе представить о каких людях идет речь, то есть даже понятия нету, что за люди были тогда. И это было всего лишь тысяч лет тому назад, дорогие друзья. 2000 лет тому назад у нас был храм, который были люди, раби Акива, которые заходили в парте, заходили в всех духовных миров, и заходили, как и не знаю что, выходили. Мы не можем себе представить о каких-то духовных вещах и уровнях этих людей. И мы сейчас говорим про наших прадцов, которые жили, которые, пойдем, поколение до них, это был первый храм, который был Невуа, и пророчество было на явном образе, и чудеса происходили именно наяву. И мы говорим сейчас, дорогие друзья, от 3600, 3700 лет тому назад, когда жили наши прадцы на земле Израиля, Абрахам Ницхак Яков. Просто что мы поняли, то что величие этих людей, это не каким-то меркам мы должны ощущать этих вещей, как-то понять, как-то достичь это, но понять то, что мы говорим, а это другое именно абсолютно существо. Другое именно абсолютно существо. И всегда, когда мы говорим, мы не знаем, какие осторожности мы говорим, и каких-то, чтобы не дай Бог не ошибаться, в чем-то, когда мы говорим о этих великих людей, как наши прадцы Авраам Ницхак Яков. Дорогие друзья, если зададим себе вопрос, почему Творец выбрал нашего прадца Авраама? Ведь мы уже сказали в прошлых уроках то, что весь еврейский народ сначала всего взял корень себе Авраама Вину. Это был Авраама Вину, наш прадец. Так, в чем, где Творец нашел такого особенного в Авраама, что сказал, Авраам, через тебя пойдет абсолютно все. Через тебя придет Машия, через тебя придет воскрешение мертвых, через твоим детям будет дарена Ивана земля Израиля, и Тора, и избранность этого народа, и все благословления, которые еврейский народ до сегодняшнего дня носит, это было избрано с Авраама Вину. В чем заключается? Где же был корень этого всего? Это все раскрывается, дорогие друзья. Тора прямым текстом пишет это в нашей неделе главе Паража 2. Перед тем, как Творец раскрывает Авраама, то, что он сейчас собирается разрушать с дом Ямура, это страшные места. Тот Творец пишет в своей книге следующее вещь. Написано, Киедатив, я знаю, Лемана шерит саве эт банав. Говорит Творец, я знаю то, что Авраама Вину, он будет заповедовать, он будет обучать своих детей к чему? Веетбейтой своих домочадцев, ахарав, который придет после него. Вешамру дырех Ашем, чтобы хранить путь Ашема, ласот цедака, чтобы делать милосердие, умешпад и правосудие. ле манави Ашеме алаврагам, это шердибиралав, чтобы привести на Авраама на вещи, которые он ему сказал. Еще раз повторяю. Творец говорит, и туда бьется наши мудрецы, где же был этот любовь, где Творец нашел, то, что вот Аврагам, это ты есть именно избранность, ты есть любимый для Творца. Где? Где это проявляется? Только потому, что, говорит Ашем, я знаю, что Аврагам будет обучать, обучать поколение после него. К чему? Милосердию и правосудие. Цедака умешпад. Сохранить пути Ашема и цедака умешпад. Это причина. Десять испытаний, всех великих вещей, всех, то, что мы знаем о величии Авраама, Творец говорит, вот это. Он будет обучать милосердию, что дети Авраама, они будут делать милосердие и будут делать правосудие. Дорогие друзья, мы сэхет ктувод. Так, кстати, мы сэхет ктувод написано. Где же есть вот этот союз, где еврейский народ есть с Авраама вину? Мы не зайдем еще в детальности, о чем идет тут речь в этом геморе. Один из мудрецов говорил, обращаясь к еврейскому народу, ахену, майбратия, гомлей хасадим, бне гомлей хасадим, дети милосердных, которые дети милосердных людей, хамахзиким бевритошел Аврагам Авину, которые держат союз Аврагам Авину. Как написано, кедативлем анашем и цаветбанам. Значит, где есть союз Творца с Авраам Авину, и где наша, в принципе, вся избранность, и особенность, и величие наше, что мы держим союз Авраама, который показывает, что милосердие другим. Милосердие, дорогие друзья, это есть тот, особенность, тот величие, который есть в еврейском народе. И это то, что Авраам Авину был избран из всех. И давайте посмотрим. Наши мудрецы в трактате Ивамот объясняют, то, что есть три особенные качества, которые особенно есть в еврейском народе. Три особенные качества. Шло шасимани межбеумазо. В этом народе есть три особенные качества. Какой? Рахманим, они милосердние, Байшаним, они стидливые, вегумле хасадим. Они помогают другим. Это есть наши еврейские качества, дорогие друзья. Это есть тот, наш сущность. Это то, вещь, которую мы хотим обучать нас, само же себе. Это вещь, которую мы хотим дальше передать нашим поколениям. Это то, что Авраам Авину поставил в нас как корень, из-за чего был Авраам Авину избран из всех. Когда мы говорим, то что давайте будет наши качества, когда же достигнут наши качества, так как качество наших прадцов, действия, как наших прадцов в рамках Яков, в первую очередь речь идет именно о милосердии. О милосердии, который нас обучал наш прадец Авраам Авину, из-за чего он был, в принципе, избран из всех, где появлялся любовь особенная по отношению Мина Тешема. Три качества. Еще раз повторяем. Они милосердные, милосердие, они стидливые и они делают милости. Рахманим это значит рахманут, когда человек видит боль у кого-то, да, у них мягкое сердце, он не может, он не может быть злодейским по отношению. Рахманут, у человека есть милосердие по отношению к другим, он милость появляет по отношению к другим. Байшаним, они стыдливые, когда они что-то не так делают, у них и стыд по отношению к этим делам. И гомли и хасадим, они делают массы, они помогают руками других евреев, они делают, они стараются, и мы держим до сегодняшнего дня эти три вещи очень-очень сильно, дорогие друзья. И как один из моих рыбейм выразился, настолько красиво было это, настолько мне запомнился очень сильно. В еврейском народе может быть у нас есть много-много каких-то моментов, которые мы должны исправить, дай Бог, каждый из нас, каждый из нас. Тоже мы можем исправить какие-то вещи, но один вещь, которую мы чрезмерно сильно воспитываем, это мы должны дальше навести любовь, помощь другим, цдакам. Цдакам, цдакам, цдакам. Дорогие друзья, это вещи мы не находим других народов. Понимаете? Я не хочу сейчас никого поставить низко, или что такое, я не хочу рассказать через истории, мне есть что рассказать, есть много вещей, что говорить. Я хочу говорить о нашем величии. Это есть наше величие, это есть наш прелесть. когда ребенок встает и говорит, папа, дай мне 20 центов, дай мне один евро поставить стаку, дай мне тут, бедный человек сидит, давайте папа, давай папа поможем. Откуда ребенок знает, в его душе кипит, кипит кроваврама вину. Милость видит человека, страдает, он не может видеть это. Ребенок плачет, он не может быть хладнокровным к этому. Идет кому-то нужна помощь и встает и помогает. Это та школа, которую мы обучаем. Мы обучаем быть человеком, мы обучаем самого же себя, обучаем наших детей помощи, любовь и милосердие подношение другим, дорогие друзья. Есть невероятные большие уроки, которые мы, я бы сказал, обязаны по крайней смысле. Вам аж именно обязаны изучать милосердие, которое делал Аврамовину, как выглядело это все, как мы себе представляем, как этот великий наш прородец, который, вам честно говорю, сегодня я подготовил Шуры, я каждые пять-десять минут у меня от эмоций просто вот, я еле держал себе слезы просто. Кто был вообще наш прородец Аврамовину, дорогие друзья? И столько нам нужно обучаться. Ховец Хайпис пишет в своей книге то, что даже если мы не можем достичь этих великих вещей, то, что мы сегодня постараемся сделать, но постараться по этим путям пойти, то, что это как делать помощь другим. Это уже наш путь. Это уже наш путь чуть-чуть даже быть похожи. Наши мудрости не говорят что будь именно как Аврамовину. Когда же достигну я чуть-чуть чтобы он был похож на это? Как? Мы сейчас посмотрим как выглядел милосердие Аврамовину. Написано дорогие друзья Авоте Рабинатан это один из наших устных книг Авоте Рабинатан пишет следующую вещь. Написано нам в Пиркавоте то, что пусть твой дом будет открытым очень широко и пусть бедняки они будут твои домочадцами и не убольшай разговор с женщинами и так далее. Объясняется следующим образом. Пусть будет твой дом открытым. Как это должно выглядеть? Как наш дом должен быть открытым для других? Как это выглядит? Как можем это представить? Оставить дом для всех открытым? Как? Шее бейтоше ладам патуах лирваха Чтоб дом человека должен быть открытым на все четыре стороны север запад юг восток везде он должен быть открытым Так как делал Иов он открыл свой дом со всех четырех сторон Иов дорогие друзья вспомним кто это был Иов был один из людей который зашел его книга в нашей на штанах человек который был на вершине вообще жизни дети богатство слава все абсолютно у него было и рахмана листан лу алейну никому такого Иов в один прекрасный все абсолютно потерял все абсолютно и дети это самое большое страдание которое может человек иметь в этом мире все пережил абсолютно все страшное то что можем себе представить это был Йова Иов когда у него было все хороше и потом Аша все таки вернул это все было целая история почему и так далее не зайдем в это но Йов что мы знали он был великим в приглашении гостей и что он делал и почему Йов говорит дело на всех четырех сторон он открыл двери для гостей говорит наши говорят наши мудрецы чтобы бедные чтобы бедные люди они не страдали обойти чтобы найти его значит если кто-то пришел с одной стороны ему сейчас там нет двери ему должен обойти пока он дойдет и зайдет в его дом чтобы он может покушать что-то чтобы никто не страдал чтобы всех было ближе и чтобы было легче для всех бедняков он делал двери со всех сторон человек который пришел с одной стороны он придет в этом и каждый придет со всех сторон у все потом когда они выйдут чтобы они разговаривали о какой хорошей еду какой хорошей еду и какой хороший петел ты им дал петел бейтха да чтобы они говорили об этом так как бедняки йова говорили этого и когда они встречались друг другом эти бедняки и они спрашивали откуда ты пришел ты был дома у йова и куда ты идешь все говорили я иду у дома йова и и все такое все прочее теперь дорогие друзья смотрите тут сейчас описывает нам наши мадрицы когда пришел все эти страдания на йова спрашивает йов творцу представляем себе величие милосердие которое йов дел значит дом открыт всегда со всех сторон со всех сторон приходят бедняки и настолько настолько то что люди когда ходили говорили где ты был йова прелесть шик такая еда такое питье а куда ты идешь когда спрашивают йова конечно это был единственный адрес адрес это йов самое хорошее еда о чем люди обсуждают о каких именно вещах они кушают там мы представим себе о каком милосердии идет тут речь это был йов теперь в этот момент когда йов потерял все йов спрашивает творца разве что творец разве что я не давал еду людям которые были голодными и не давал питье людей которые были уже которые хотели пить так написано в йове спрашивает в йове разве что я не одевал людей которые не были одежды как написано в посуке представляем величие йова йов не был простым человеком он был великим человеком и творец он говорит что разве ты это все взял и разве что я все эти вещи не дел говорит йов отвечает ему творец не смотря на то что ты делал с этих великих вещей отвечает ему творец йов адайн лойката лехатиши уршел аврахам при всем твоем великом милосердии которое ты делал йов ты еще не дошел до половины все то что делал аврахам авину можно себе представить ты еще не дошел до половины все то что делал аврахам авину что же делал аврахам авину Ты сидишь у себя дома и ждешь пока гости придут, и гости заходят у себя дома. Те, которые кушают хлеб от пшеницы, ты даешь ему хлеб от пшеницы? Люди, которые привыкшие кушать мясо, ты даешь им мясо кушать. Люди, которые привыкшие пить вино, ты даешь им пить вино. Что же может быть больше, чем это, дорогие друзья? Говорит творец, ты еще не дошел до половины как Авраама вину. Люди, ты сидишь дома у себя, людям заходят к тебе гости, которые нуждаются. Ты привык, спрашиваешь, ты привык мясо, даешь ему мясо, вино, вино, это, это. И это еще не половина даже того, что Авраама вину делал. А что же сделал Авраама вину больше, чем это? Как выглядел милосердие Авраама вину? Как выглядел гостеприимство Авраама вину, дорогие друзья? Говорит творец Иов, но Авраам не сделал так. Но Авраам так не делал. Он ищет и махадр в мире. И когда он улетел, он был вверху. Авраама вину не сидел у себя дома. Он не ждал, когда придут ему гости. Авраама вину ходил и искал гостей. Авраама вину ходил и ищет, где я могу найти гостей. Авраама вину ищет, приходи, приходи гостей, иди ко мне. Иди, приходите, я хочу вам дать. Заходите ко мне. Он сидит, он идет и ищет своими руками все. ЭТШЕЙНДАРКОЛЕЕХОЛ ПАААТХИТИМ ХИЛЕО ПАТХИТИМ Человек который не был привыкший кушать хлеб от пшеницы, он давал ему кушать хлеб от пшеницы. Человек не привыкший к этому. Он не знает он кушает простой хлеб. Он дал ему дорогой хлеб. ЭТШЕЙНДАРКОЛЕЕХОЛ БАСАР Человек, который не был привык кушать мясо, Он всегда кушал рыбу, Он кушал другие вещи, Он давал ему мясо. Он не привык, он давал ему. Человек, который не привык пить вино, Он давал ему пить вино. И не только это, дорогие друзья. Представляем себе милосердие, Милосердие, гостеприимство, аврамовину. Человек, не привыкший к чему, Он говорит, ты не привыкший к этому антрикот, Я тебе больше дам, Вино, я тебе больше дам. Все то, что ты не привык, Я тебе дал больше, больше, больше. И не только это. Амад у банапалтерин гдолин. Но не только это, Он взял и построил большой дворец. Алладрахим. Где люди ходят, И он поставил там еду и питье. И каждый человек, который приходил, Проходил через это место, Заходил и кушал. И благословлял Творца. Благословлям, и к этому еще придем. Лефиках нааселу нахатруах. Из-за этого была у Творца большая радость от аврамовину. И, И, И каждый, Каждый именно находился дома, В шатре именно аврамовину. Дорогие друзья, Это только начало. Так как наши мудрецы объясняют, Как выглядел Хасед Аврамовину. Он берет и он Дает людям больше, чем они просто привыкшие. Это Хасед Аврамовину. Это то, что первый путь обучает нас, Аврамовину. Как вообще выглядел его дом. От чего мы должны, в принципе, научиться. Чуть-чуть быть похожим на все это. Пойдем дальше, дорогие друзья. Мудрецы в Береши Трава описывают чуть-чуть еще больше, Как выглядел на самом деле Хасед у Аврамовину нашего братца. Это же пасу, которую мы только что привели. Когда ты ляма нашел яцавей. Я знаю, говорит Творец. Я ему сейчас раскрою, Про с дом ямура то, что я собираюсь делать. И любовь, где я нашел в Аврамовину, Потому что я знаю, он дальше будет обучать своих детей. Дальше он будет обучать его на своих детей. И тут может быть место, Чтоб сказать очень интересный момент, Который настолько сильный бемет, Который очень сильно подходим к этому. Я слышал один раз очень интересный пример. Что делает нас, людей особенным? Особенность в людей это в том, То, что мы можем передать Наше следующее поколение. Знаете, есть такой обезьяна, Шимпанзе. У него длинные руки. И он очень умный. И он может много чего делать. И иногда кажется, Что он очень умные вещи тоже делает. Но почему-то, когда у него рождается опять сын, Опять дети у него рождаются, Извините, Опять как бы нигде не видели, Что шимпанзе сидит за компьютером. Никогда не видели, что он может там что-то дом построить. Они умные, но все. Почему? Потому что шимпанзе, Будучи когда он живой, Он взял банан, Покушал, Выбросил на пол, Пошел походил, Споткнулся, Ох, понял то, что опасно. Выкинусь на пол, Банан это опасно. Что мы делаем? Выкидываем на стороне, Ставим мусор или что бы не было. Проходит делать какую-то ошибку, Понял, Делывает сейчас по-другому, Делает лучше. И он так научивался в течении своей жизни, Как вести себя. У него есть просто маленький ум, Который он может этим как бы использовать. Но что у него нет? Он, когда они рождаются дети, Он не может это передать. Он не может передать то, что, О, сынок, Если банан выкинешь, Ты можешь споткнуться. Я в прошлой жизни, Ну, в моей молодости, Я научился, Я выкинул, Я споткнулся, Сейчас я тебя обучаю, Будь осторожным. Он не может это передать, У него нет умения передать своим детям, А то, что он научился. Это значит, Когда его сын рождается, Он опять делает то же самое ошибку, Так и его папа. Берет банан, Кушает, Выкидывает на полу, Спотыкается, Он опять вот научился об этом. Получается, все то, Что его папа достиг в течении своей жизни, Он опять, повторяясь с нуля, Достигает до того уровня, Как его отец достиг, До старости. А у людей не так. В чем особенность у людей, Особенность именно у человечества? У нас есть умение передачи. Что? Сынок, Я достиг до этого уровня, Я хочу тебя обучать. Смотри, Математика, физика, Анатомия, Биология, Все вещи, Тора, Наука, Все, все вещи, Все вещи, которые есть, Человечество, Любых вещей, которые мы хотим обучать своим детям, Это то, что у нас есть, Мы обучаем, Мы говорим, Сынок, сейчас ты, Продолжай. Достигли до физики, Определенные там, Уровни, Сейчас ты продолжай. Мы достигли построить там, Не знаю там, Паровозы, Окей, сейчас идите дальше, А, мы сейчас строим электрические уже машины, А, мы сейчас уже построим другие вещи, Потому что уже люди, У нас есть умение передачи, Чтобы наше следующее поколение именно продолжало. Это просто, что мы имели именно в голове, Насколько сила есть вообще в человеке, И это особенность и величие, Которое есть вообще у человека, Именно сила передачи. Творец говорит тут, Я знаю то, что Авраам Авину передаст, Что он передаст своим детям? Не физику, математику, анатомию. Не-не-не. Он передаст цдакаум и шпат. Он передаст милосердие, И цдака, и правосудие, То, что он будет делать. И это будет обучать своим детям. Ицхакуи будет обучать детям, И сейчас дальше скажем, Уже время уже. Как он обучает именно своих детей. Это то, что он будет обучать. Именно из-за этого я буду, Я именно изберу именно Авраама Авину. И так написано мне даже, дорогие друзья. Избрал. Я знаю, говорит Творец. То, что он будет заповедовать своим детям. Говорит, Идрабьюдам бешевра в Александре. Зоху в рая. Почему он говорит? Что это значит? В чем особенность, То, что Творец избрал его? То, что Авраама Авину, Он бежал за заповедями. Он убыстрялся соблюдать заповеди. Он бежал, дорогие друзья. И это была причина, То, что Творец избрал его. И давайте используем сейчас этот момент. Спрыгнем сейчас в нашей недельной главе. И вернемся опять в наш Медраж. Наша недельная глава, дорогие друзья, Рассказывает. Не знаю там. Можно часами, днями, неделями сидеть. Просто изучать об этом, Неделями главе. Как наши мудрецы выражаются. Как наши мудрецы описывают это все. Что то, что тут происходило. Когда приходят к Авраама Авину. Трое ангелов. Которые в этот день на Авраама Авину, Это был третий день его обрезания, Дорогие друзья. И Авраама Авину, Ему было очень сильно больно. Я говорю, настолько хотел гостей. Он сидел возле шатра и хотел искать гостей. Представляете себя? Больной человек. Садись, заходи, отдохни. Творец должен был бы специально вытащить Очень особенное солнце. Очень горячий день был в этот день. Чтобы гости, чтобы никто не хотел, Чтобы люди не было проходящихся. Чтобы Авраама Авину не страдал ему и так больно. Дорогие друзья. Мы можем себе представить, Что делает Авраама Авину? Не смотря на то, что ему больно. Не смотря на то, что он так жарко и видит, что нету никого. Он ищет. Он сидит и хочет гостей. Настолько, что Творец посылает ему троих ангелов. Чтобы Авраама Авину может иметь гостей. Величие этого человека, я не знаю. Ищет. И теперь, что мы думаем? Как Авраама Авину выразил? Какой реакция должна была быть в Авраама Авину? Дорогие друзья, Авраама Авину сейчас разговаривает с Творцом. Он разговаривает сейчас с Творцом. Прямо посмотрите. Он разговаривает с Творцом. И когда Авраама Авину увидит троих людей. Трое говорит людей. Ницавим Алав. Он увидел. Он бежит за этими людьми. Он говорит Творец. Извини меня, но мне нужно пойти делать хесад этим людям. Ты разговариваешь с боссом? Ты разговариваешь с хешемом? И ты видишь гостей? И ты бегаешь, оставляешь хешема? И так написано. Мудрецы так объясняют это все. Он сказал Творцом. Подожди, извини, мне нужно пойти за этими. Мудрецы изучают. Гудола. Ахнаса Турхим велика. Пригласите меня на гостей. Чем принятие шхины? Можем себе представить, какое величие есть, когда человек приглашает кого-то? И вот как он идет? Больной человек в эту жару бежит за ними. Он идет бежит за этим, приходите. Он умоляет их. Он умоляет их. Пожалуйста, если я нашел, говорит. Пожалуйста, вы не проходите просто так передо мной. Пригласите, возьмите чуть-чуть воды и помойте ваши ножки и садитесь под дерево. Пригласите, возьмите чуть-чуть хлеба и покушайте. После этого проходите, потому что если вы уже здесь, пожалуйста, не уходите просто так. В Айамаруи сказали да. Трое ангелов должен был бы творец прислать в этом мире в оболочке людей. И не просто простых людей, дорогие друзья. Аравим. Аравим. Они были в образе Аравим. Арабов. И этих людей. И настолько потом говорят, почему нужно было бы помыть руки. Это ноги, извините. Потому что боялся Абрама. Может быть они идолоплоклонники. Из-за этого нужно было помыть ноги. И таких людей. О таких людей. Заботиться. Абрагама вину таким образом. В такой день. В таком состоянии. И что мы думаем? Что он дает им еду? Они пришли. Они сейчас посадили их. Ваимахер Абрагам. И побежал Абрагам. Убестрился Абрагам. Пошел он в свой шатер. У кого? Усары. Идет шатер Усары. Ваимер говорит. Махари. Убестрились. Быстро, быстро. Шелошесе им. Кемах солет руши в оси угод. И делай. Возьми три муки. Солет руши в оси угод. Делай разные каплипошки. Они должны были делать. Вела бакар. Рас Абрагам. И пошел он к животному. Чтобы взять животных. Чтобы он мог порезать. Вайкав бен бакар. Он взял. Бакар. Рах. Мягкого. Ветов. И хорошего. Вайтене ланар. Он отдал своему сыну Ишмаэля. Чтобы он обучал. Опять-таки то, что мы изучаем. То, что мы сказали. Чтобы обучать своему сыну. Делать хесед. Своему сыну Ишмаэля. Исхак еще не был. Тогда. Еще в этом мире. Ну. Не было. Еще беременная. Сара. Да. И он пошел. Сам убыстрился. Опять делать это все. Убежал. Бежит. Убыстрился. Сара приходит. Убыстрился. Быстро-быстро делает это. Дорогие друзья. О каком человеке идет тут речь? И. Что он дает им кушать? Дорогие друзья. Авраам Авину берет. Трех. Беков. И он режет. Три. Бека. Чтобы взять. Три. Языка. Уже все представить. Три. Больших животных. Режет. Чтобы он взял. Три. Языка. Для каждого из гостей. И. Какой. Непростой. Самый хуже. Рах. Мягкий. Самый хороший. Чтоб он сам выбрал это все. И. Заодно думает о чем? То что детей уже обучат заодно. И. Что он делает? Не просто это. Чтоб был. Еще. Этот. Язык. У меня в горчите. Так написано. Чтоб он отдавал. Отдавал именно перед тремлением на гостями. И. Что мы думаем? Кто сервировал? Кто помогал? Кто ставил? Это все. Написано. Дорогие друзья. Поставил он. Масло. И. Молоко. И. Бакар. Нужно понять. Почему это. Вместе. Сам. Великий Аврагам. Великий Аврагам. Стоит. Над ними. Под деревом. В. И. Он. Угощает их всех. И. Он. Ставит это все. Не через посланников. Не через посланников. Дорогие друзья. Сколько посланников было. В. Вину. Столько людей он мог бы использовать. Говорит. Тут нам. Рамбан. Леагид. Ров. Хешкато. Бенедивуд. Чтоб мы поняли. Зачем Тора это все описывает. И. Тщательным образом. Каждое слово Тора это все. Говорит нам много-много чего. Тут. Столько тщательно. Тут все написано. Потому что. Обучайте нам что. Про. Шедрости. Аврагама. Который у него было. Который у него был дома. Дорогие друзья. У него было. 318. Работников. Которые он мог бы поставить. Идите. Пожалуйста. Делайте этот. Поставьте людей. Нет. Сам идет. Сам. Аврагам. В этом старости лет. Ему сто лет было. И он идет в этом. Сложный момент. Когда у него больно. В эту жару. В это всего. И он идет. Сам. Делает. Всем. Интуатизмом. Как лев просто. Как лев просто. Идет. Идет. И все делает. Ради других. Отдавать. 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 Не дают. Не дают. Отдача ради других. Помочь им на других. Делать приятно. И три языка. Дорогие друзья. Зачем? Три языка. Возьми барана. Возьми хорошую часть. Возьми антрекот. Хорошую часть. Одному язык. Одному это. Поставь на столе. И все. Пусть наш задается. Ёйцеговень. Миццу делу. Говорят еще мудрецы. Дорогие друзья. Авраам Аввейн хотел показать каждому из них. То что он уважает каждого. Обычно говорит. Говорит Арши Хакадож. Обычно когда приходит к тебе человек. Человек делает хорошую трапезу ради. Есть несколько людей. Ради важного из них. Он делает особенную трапезу. Из важных человек приходят. С ним приходят. Его тоже определенные люди. С ним вместе. Но ради важного человека. Человек делает трапезу. Из-за этого. Беседр. Они байдовэй. Говорит тут. Авраам Аввейну. Я хочу показать каждому из них. Что они важны. Как я могу показать. Если я дам целую баранину. Или там какие-то важные части. Окей. Они скажут. Вот нам. Один из ангелов. Один из людей. Мы сейчас скажем. Увидим то что эта мамаш показалась. Ему мамаш как люди. Люди-люди. В буквальном смысле. И он. Поставил. Говорит. Если бы он дал бы просто так. Он сказал бы. Окей. Хорошо. Из-за него. Из-за одного важного человека. Но таким образом. Какой вещь он мог бы дать. Какой вещь он мог бы дать. То что он показает. То что он настолько уважает людей. Язык нет у одного животного. Три языка. Три языка нету. Может быть там мясо есть много частей. Но три языка. Он берет специально. Чтобы показать. Настолько. Он каждого из них уважает. Каждого из них. И он ставит каждому из них. Целый именно. Язык. Говорит. И потому что это очень большой. Очень большой деликатес. И говорит. Почему именно целый язык. Потому что есть. Стороны. Говорит. Описывают наши мудрецы. То что. Есть в языке. Некоторые стороны. Которые. Более мягкие. Или более такие. Разными на вкус. Что каждый выбрал. Все. То что ему. Будет приятно. Величие Авраамовину. Хесед Авраамовину. Докудова доходит. Дорогие друзья. Хесед Авраамовину. И говорит. Наши мудрецы. Дорогие. Дорогие. Посмотри. Кто был Авраам. Авраам. Даже. Сколько говорил. Он говорил. Приходите. Хлеб. И это. Возьмите. Что он делает. Он говорит. Мало. Делает много. Это то что человек должен научиться. Делает. Говори мало. Мало. Люди болтают. Болтают много. Иногда. Делает. Капейки не стоит. Ничего не делает. Авраамовину молчит. Авраамовину говорит много. Дети Авраамовины. Это то что мы должны научиться. Не говори много. Делай много. Говори мало. Делай много. Не как Эфро. Не как другие. Которые мы видим. Других. Людей. Которые в то время упоминаются. Говорят много. Но лимайся. Ничего нет. Это то что. Здесь вещи тоже. Здесь внутри замечают. Дорогие друзья. Наши мудрецы. Трахтатики души. Описывают историю. И потом вернемся в нашу именную Дмитрию. Маасеба Раби Лезарова Раби Юшуа Раби Цадок. Была история с Раби Лезаром Раби Юшуа и Раби Цадоком. Что они сидели в доме. Мечтей был какой то сын. У сына Рабан Гамлиэля. Рабан Гамлиэля. Дорогие друзья. Что мы поняли. Это был во время Талмуда. Во время Мишны. Извините. Самый. Это был. Главный раввин. Всех евреев. Он был Наси. Он был. Он был. Он был. Больше чем просто главный раввин. Это был. Как король именно был. Рабан Гамлиэль. Это был. Это был. Адам Гадол. И они сидели. На радости. Был. Ну его свадьба была. У сына. У Рабан Гамлиэля. Или у его сына была. Какой то его радость. И там был Рабан Гамлиэль тоже. Смотрите. Дорогие друзья. Что рассказывают. Насчет мудрецы. Рабан Гамлиэль. Рабан Гамлиэль. Он был. Он был. Как король. Он был. Как король. Дорогие друзья. И он. Сидит. И ухаживает. За мудрецами. И он наливает им. И он. Говорится. О минуту Машк곡onne. Но тот Кастлэ Рабелазар. Дает. Рабелизару. И. Бокал. Он его не берет. Натроном Рабимошуа. Он дает Рабимошуа. И он принял себя. Говорит ему Раболизар. И говорит. Как ты может этого делать? Что это такое? Как ты можешь взять, мы сидим у дома раба Гамлиэля, бераби, это значит великий-великий мудрец, он великий мудрец стоит, и он наливает, он должен наливать нам, говорит, вино, как это понять? Знаете, что он отвечает? Знаете, вы решили? Мы нашли величие человека, который был более великим, чем Раббан Гамлиэль. Он сидел, и он тоже ухаживал за своими гостями. Кто это был? Авраам Годол Мимено. Авраам был больше великим, чем Раббан Гамлиэль. И он сидел, все гости сидели, и он ухаживал за ними. Авраам Годол Адорая. Авраам был великим, глава поколения, он был, дорогие друзья. Короли эти, все хотели с ним союз делать. Избранный человек от творца, такой великий, и он сидел. И он ухаживал за гостями. То, что написано. И он стоит именно над ними. А что ты можешь сказать? Может быть, да, конечно, Авраам Вину следил, и ухаживал за ними, потому что они были ангелы. Действительно, на мудреце написано, что творец послал имена ангелов. Может быть, ты можешь сказать, что Авраам Вину увидел, что они были ангелы, и из-за этого ухаживал за ними? Вашем отомру, кем-малахи, а шарит, нидмуло? Говорит, эти ангелы, мудрецы, нет! Не нидмуло, а на арабы. Как показались ему? Как арабы. Как арабы. Ему показались, как арабы. Дорогие друзья, этим арабам он берет, ухаживает за ними таким образом. Кто? Ни посланники, нет. Он сам лично. Он сам лично, дорогие друзья. И что, мы не можем сидеть, и арабан Гамли сидит, и наливает нас, ухаживает за нами? Спустя поколениями, дети Авраама Вину видят точно так же. И кто? Величайший сам мудрец. И как? Вот как, когда есть этот? Каким же образом? Таким же образом, так как Авраама Вину этого все делал? И давайте сейчас возвращаемся чуть-чуть. Тоже наш мидраж, сколько времени остался. Как Авраама Вину на самом деле принимал гостей? Как это выглядел? И к чему мы можем на самом деле научиться? Говорится, почему написано второе, то что мы сейчас сказали, цедек. И потом написано, он будет обучать детям, что цедек, сначала правосудие, извините, цдаку, и потом написано мишпад, потом написано правосудие. Абрахам, он принимал каждого проходящего человека, как написано в Мидреше. Человек, который заходил, и он кушал, и он пил, он говорил, благословляй. Благословляй творца. Кто тебе дал хлеб? Кто дал это? Творец? Благословляй. Что мы должны сказать? Что мы должны сказать? Что мы должны сказать? Что мы должны сказать? Скажите, Благословлен творец, который кушал им и кушал им из него. Если человек кушал, если человек, извините, благословлял, то он кушал и пил, и он уходил. А если нет? Если он не хотел благословлять? И он начал много вопросов задавать один за другим, один за другими, пока человек сам не приходил. Он соглашался и говорит, что он соглашался и говорит, что да, спасибо именно творцу. И это был именно тот путь, который Абрама вину и приближал именно людей, и давал хесед, хесед, хесед бесконечный. И что мы можем сказать? Да, Абрама вину, он был великим, он был этот, в каком поколении он жил, в каком поколении он жил. Дорогие друзья, наши мудрецы в Мидрашах в нескольких местах пишут то, что первый Телим, который мы читаем, Аше аиш, счастлив человек, аше лоешав биацад решаим, у бедерих биацад лейцим, мне кажется, у биацад решаим лоешав, чтобы человек не сидит среди нашмешникам и злодеев и так далее, описывает то, что эта посуда идет про Абрама вину. Абрама вину жил в поколении, и он не научился от Нимруда, и он не научился от Сдомья Мора, и он не научился от Нимелиха. Он жил ужасно именно в поколении, и мы хотим понять чуть-чуть о каком поколении он жил. Поколение Сдомья Мора, которое после этого, Творец именно рушает, после того, как Творец разговаривает, и вся эта история потом рассказывается про Сдомья Мора. Сдомья Мора, дорогие друзья, запрещали делать милосердие другим. История рассказывает нашему мудрецу на следу времени, чтобы зайти, когда убили девочку, потому что он хотел помочь кому-то. У них был закон, человек, который приходит здесь и хочет быть у нас гостями, мы, извините, мы будем изнасиловать его и потом заберем все его деньги. Это был их закон. Закон Мени Делаем Хезад. И это поколение, где Абрама Вину живет, из-за кого Абрама Вину молится, чтобы Творец, может быть, будет милосердие и его не будет уничтожать. И если он жил в таком поколении, и он стал таким великим, дорогие друзья, мы, будучи детьми Абрама Вину, можем гордо сказать, в нас кипит кровь Абрама Вину. В нас кипит кровь Абрама Вину. И это те ценности, которые Абрама Вину был избран, и это что мы себе и нашим детям хотим напередать. Помочь другим. Быть здесь для других. И это не должно быть колоссальные, гигантские вещи, элементарные. Помочь своей сестре, своему брату, маленьким детям. Не будь эгоистом. Это все то, что обучает нас, не будь эгоистом. Задумывайся, настолько важно это в наше поколение. Отдавай. Сдавайся чуть-чуть иногда. Это то, что мы должны обучать. Говорят наши мудрители, теперь вот. Шеливе шелха. Написано. То, что есть, говорит, разными на людей. Есть разные на люди. Есть человек, у которых четыре вида разных людей есть. Шели, шели. Шелха, шелха. Мой, мой. Мне принадлежит все то, что мой. Да? Как в Америке любят. Я заработал маме пять пальчиками и все. Шели, шели. Шелха, шелха. Тебе твой, твой. Да? Как был один человек в Украине, хотели от него попросить такую, чтобы он там дал на ищут или какие-то разные эти. Говорят, ребята, я миллионер. Хотите деньги заработать? Иди зарабатывайте сами. А шеми шмор виа цель. А шеми шмор виа цель. Шели, шели. Мне мой. Я не хочу от тебя ничего. Шелха, шелха. Твой, твой. Я не хочу. Я тебе не дам ничего. Кто это? Это, говорит, средний человек. Говорит мудрецейш омриме мидат сдом. Это качество сдома. И объясняется тут один из учеников Велинского Гаона. Говорит то, что когда речь идет о бизнесе. Это бесседр. Ты можешь сказать, это бизнес. Я не должен сдаваться. Это до сюда. Это одно дело. Когда речь идет о хэседе, помочь другому. И ты говоришь, что я не тебе ничего не дам. Я от меня тоже не требую. Я не хочу от тебя ничего. Мидат сдом. Это качество сдома ямора. Сдом, дорогие друзья. Это то, что из-за чего они были уничтожены. Человек не дает кому-то. Он нуждается, он не дает. Шали, шали, мне мой эгоист. Шали, шелха, шелха, шали. Твой, мой все то, что мне принадлежит. Мой. И твой тоже мой. Раша. Злодей, вор. Дай мне, дай мне, дай мне. Это я говорю, Раша. Дорогие друзья, шали, шелха. Мой принадлежит тебе. Ве шелха, шелха. И твой тоже тебе. Я, извините, перепутал. Шали, шелха. Ве шелха, шали. Твой принадлежит мне, а мой принадлежит тебе. Это говорит тупость. Человек, который говорит мой тебе и твой тоже тебе. Это говорит хасид. Это говорит хасид. Это то, что Абрама Вину нам показывает. Качество Абрама Вину. Мой тебе и твой тоже. Мне не нужно тебе ничего. Наоборот, дай мне, как мне тебе дать. Как я могу быть больше милосердным. Это то, что есть необходимость обучать в нас, в наших детях. Качество еврея. Какие качества мы хотим в нас видеть в наших детях? Еврейские качества? Это и есть еврейские качества. Это то, что еврейский штыб, еврейский дом должен выглядеть. Каких историй мы хотим рассказать? О каким духе мы хотим воспитать? О каком вещах мы хотим? Хасид, хасид, хасид. Хасид, хасид. Торогие друзья, я не честно упомяну имя этого человека. Один из президентов Америки. Ему сказали, сколько вы дали в этом году charity, цитаку? Он сказал, в этом году я дал 100 долларов. 100 долларов. 100 долларов. Это было несколько, много лет тому назад. 100 долларов. Хочешь себе представить? Какой еврей ты знаешь, который не отдал? Я не знаю... Это не только цитака. Это хасид. Это улыбка другому. Помощь другому. Милосердие именно другому. Быть для других. Отдавать от себя все то, что мы можем. То, что в нашем состоянии. Совет. Улыбка элементарная. Кому-то подарить. Я сегодня утром встал, был в синагоге. Человек там зашел с хорошей улыбкой. Улыбаешься. Он говорит, уже все? У нее сама появляется улыбка. Человек улыбается. А! Человек поменялся. Новый день у него. Новый день. Иди дай свою улыбку. Дай свою позитивную энергию кому-то другому. Дай. Чем ты дашь. Чем у тебя будет больше. И не все не решается деньгами, дорогие друзья. Это человеческий подход. И в детях что мы можем воспитать детей? Так как школа Эсова воспитывает. Что? Мой. Мой. В себе. И чужой тоже мой. Дай мне. Дай мне. Все мне. И потом удивляемся. Эгоисты. Да? Эгоисты это школа Эсова. Это так как обучает Эсова у себя в школе. Это как весь мир обучает. Но мы дома у себя не обучаем. Мы дети Авраама. Мы дети Авраама так не воспитываем. Мы дети Авраама воспитываем. Отдача, отдача. Сдаваться иногда. Простить другого. Именно качество человека чтобы был здесь. Как я еще раз упомянул. Ховецхайм говорил. Да. Может быть. Мы не можем достичь таких вещей. Но путей как Авраама вину делал хесед. Это мы должны. А. У человека есть возможность. Кому-то найти. Пригласить себе в гости. Не ждать пока он придет. Иди ищи. Это первый путь. Вторая вещь. Когда приходит гость. Не давай сразу за столом. Дай ему отдохнуть. Так как Авраама вину дал. Дай ему человеку отдохнуть. Третья вещь. Когда дай ему все то что ему необходимо. Больше чем ему необходимо. Настолько ты можешь. Что? Вода и питье. Вода. Извините. Вода и хлеб. Вода и еда. То что ему необходимо. Ему нужно лечь. Дай ему лечь. Эшель. Да. Эшель написано. Авраама вину построил. Эшел. Плотил себе шатер. Обязательно начинайте. Что это? Ахиля. Штия. Лина. Или левая. Питье. Это то что Авраама вину давал. Пить. Кушать. И поспать. Кому это не было необходимо. Или же провожать их. После того как ангелы уходят. Авраама вину провожает их тоже. И это необходимо тоже что мы знали. Мудрецепт выражается таким ужасным образом. Человек который не провожает своих гостей. Он может быть убийцей. Почему? Потому что иногда может быть гост снеж с нашего города. И он не знает как дойти до своего места. И он может попасть в какое-то место где. Не дай бог может что-то случится. И человек берет на себя такую ответственность. Это очень очень опасно. Но что пути как Авраама вину делал. Что как он делал. И это только Авраама вину. У нас есть Ицхак. Якова вину. Все наши прадцы. Когда же достигнут наши действия. Действиями Авраама и Ицхак Яков. Дай бог. Чтобы каждым днем. Каждой неделе. Каждым месяцем. Каждым годом. Больше и больше приближались. К путям наших прадцов. Усиливались. В вере. И безжатышем. Чтобы мы были гордыми детьми Авраама и Ицхак Яков. И как говорится в наших мудрецах. Неоднократно. Написано про одного из наших мудрецов. Шастлив ты Авраама вину. Что родился у тебя такой сын. Шастлив ты. Что мы удостоились тоже быть такими. Что про нас будут сказать. Шастлив ты. Что ты сын Авраама вину. Аминь. Подписывайтесь на этот канал. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавляйте. Продолжение следует...